Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня в эфире очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий Рустам Вафин. И у нас сегодня в гостях, в гостях у нас сегодня гость из будущего. Из того, я не боюсь произнести этого слова, но из того будущего дивного полного чудес, которые мы можем видеть в сериалах, фантастических и фильмах, из мира искусственного интеллекта, мира интернет-вещей, где физические предметы будут обладать зачатками разума и могут взаимодействовать с внешней средой и друг с другом без участия человека. А сами люди в этом мире будут жить в умных городах, передвигаться на беспилотном транспорте, общаться не только с себе подобными, но и с роботами, которые станут их друзьями, возможно, помощниками, собутыльниками, возможно, рабами, возможно, даже половыми партнерами. И у них будут создаваться квазисемьи. Наш сегодняшний гость – это человек, который в меру сил их возможностей приближает и создает этот мир, а также готовит специалистов, которые будут поддерживать в этом мире, этот мир в работоспособном состоянии, во всяком случае, до тех пор, пока умным машинам не покажется присутствие человека в этом новом мире лишним. Итак, знакомьтесь, Чикрин Дмитрий Евгеньевич, заведующий кафедрой киперфизических технологий Высшей школы киперфизических систем и прикладной электроники Института физики КФУ, руководитель Центра исследований и разработок КАМАЗ-КФУ в области интеллектуальных транспортных систем, руководитель Центра нейротехнологий и искусственного интеллекта для медицины КФУ, директор Центра цифровых трансформаций Казанского университета. Наверное, последняя постась нам будет ближе к теме разговора. Наверное. И мы сконцентрируемся на этом. Мне очень нравится, как сформулирована миссия вашего Центра, Центра цифровых трансформаций Казанского университета, а именно создавать новые потребности. Это, видимо, в пику, в противовес к тому, чем занимается большинство людей. Это удовлетворение потребностей уже имеющихся. На слух, казалось бы, невелика разница, но в этих двух подходах в вашем дивизии заложена глубокая философия. И я хочу, чтобы вы рассказали о том, чем принципиально отличается ваш подход создания новых потребностей от оказания услуг, которые нужны здесь сейчас. Они ведь... Это то самое место, которое тоже неплохо кормят. Я, наверное, расскажу. Но вообще, это, конечно, не мой подход создания новых потребностей. Создание новых потребностей — это подход практически любого, можно сказать, государственного деятеля, бизнесмена, крупного ученого, потому что только создание новых потребностей, ну, неважно причем, что называется, в потребительской среде или вообще в общециализационном смысле, это единственный способ вообще что-то продвинуть вперед. Неважно, опять же, свой бизнес, свое государство или свою идею. Ну, собственно говоря, из последних примеров. Кто является людьми, которые действительно создают новые потребности? Ну, тот же самый Ион Маск, тот же самый Стив Джобс. Стив Джобс вообще говорит. То есть, в принципе, ни один из продуктов, который я создавал, он не был создан как раз для старого рынка. То есть, каждый из его продуктов, он создавал новые потребности. Из более старых примеров, ну, в общем-то, тот же самый Эдисон, он именно ввел в общество потребности в электрическом токе. До этого никто вообще не мог подумать, что кому-то понадобится электрический ток. Те братья Черепановы были одними из тех, кто вводил как раз потребность в существовании самобеговых повозок. Продолжать можно много. С братьями Черепановым я потом этот пример обязательно использую, потому что, возможно, они, конечно, и придумали новую потребность, но была она использована и внедрена... Они были одними из них, да. Использована и внедрена она была не... Это были те пророки, которые не в своем Отечестве оказались. Абсолютно верно. Так же, как практически в любой технологии, в любом технологическом цикле. Мы в том числе и поговорим, почему в России такие пророки не получают признания. Скажите, какие новые потребности создает ваш Центр? Вот вы знаете, наш Центр, он работает в достаточно интересной области. Создание новых цифровых платформ. Ну, что вообще такое цифровые платформы? Вот вокруг нас есть огромное количество вещей. То есть самых разных вещей, которые друг с другом, в общем-то, никак не связаны. То есть с которым каждый из нас умеет работать, да. Вот, но с каждой из этих вещей мы делаем это изолировано. Словно говоря, мы подходим, включаем чайник, мы подходим, завязываем ботинки, мы идем на работу, садимся в свою машину. Цифровая платформа — это когда мы делаем это интегрированно, при этом мы, скажем так, не заморачиваемся о многих рутинных операциях, на которых мы тратим большое количество времени, и сосредотачиваемся именно на получении нужного эффекта, что ли. Ну вот я приведу пример, да. Вот, допустим, в области медицины рассмотрим, да. То есть вот у нас вот есть, допустим, аппараты, которые делают, там, не важно, там, рентгеновские снимки, да, УЗИ сканирования, что-то там еще, на что тратит огромное количество времени врач. А на расшифровку, на расшифровку этих снимков, расшифровку вручную, на сравнение этих снимков вручную, опять же, с данными других анализов, на анализ всей истории болезни пациента. Мы сейчас, ну, все-таки медицина сейчас нам всем близкая область, да, мы все по неволе становимся чуть ли не экспертами. Вот мы, например, разрабатываем такие платформы, которые рутинная операция, именно там, где машина может заменить человека, позволяет взять на себя. Для того, чтобы у того же самого врача освободилось больше времени, для того, чтобы он мог более внимательно подойти к каждому пациенту, для того, чтобы он мог помочь большему количеству людей. Вот, в области, например, бытовой техники, в области бытовой техники. Ну, здесь точно так же. Мы имеем цифровую платформу, то есть мы разрабатываем цифровую платформу, которая позволяет именно получить наибольшую эффективность из имеющихся уже у нас цифровых устройств, да. Условно говоря, вот мы рассмотрим, например, вот обычный сотовый телефон. То есть вот, в общем-то, ну, большинство сотовым телефонов пользуется для чего? Большинство сотовым телефонов пользуется для того, чтобы, ну, сейчас уже, кстати, даже меньше звонить, больше это соцсети, мессенджинг, но на самом деле это мощнейшее вычислительное устройство, которое всегда в нашем распоряжении, это устройство обладает огромным количеством датчиков, условно говоря, при помощи этого устройства, то есть, ну, я не буду, что называется, анонсировать, мы лучше сначала покажем, потом о нем расскажем в этом изделе, да, можно полноценно, постоянно, непрерывно сканировать состояние здоровья каждого человека. То есть, это удивительно, но это возможно. То есть, понимаете, и таким образом, тот прибор, которым мы пользуемся ежедневно, он становится для нас гораздо большим. При этом не надо даже заменять вот предыдущие приборы, и здесь мы переходим к другой грани тех цифровых платформ, которые мы разрабатываем. В тех цифровых платформах, которые мы разрабатываем, вот, то есть, во-первых, мы у старых вещей, мы выявляем новые функции, и вот мы сокращаем, действительно, с ними рутинные операции. А вот другая сторона, вот нашего подхода к созданию цифровых платформ, наверное, странно звучит, но мы стараемся не работать с новыми вещами. То есть, понимаете, вот большинство стартапов, почему умирает 90% стартапов? Они пытаются вывести на рынок принципиально новый продукт. Для принципиально нового продукта рынка еще нет, его не существует, им еще никто не пользуется этим продуктом. То есть, создать паровоз при отсутствии железных дорог, можно, но мы приведем к примеру братьев-черепановых. Абсолютно верно. Я, знаете, хочу уточнить. Вот вы сказали о том, что вы создаете такие цифровые платформы, которые позволяют облегчать жизнь врачам, которые занимаются на рентгене, на КТ. Как механизм этот работает? Как вы позволите врача освободить от этой рутины достаточно тяжелые, квалифицированные работы по сравнению визуально и лично? Представьте, у вас больница переполнена. Ковидом. Например, хороший пример. Каждому пациенту делают КТ. Этих пациентов на текущий момент, ну, допустим, как был случай, вереница машин скорой помощи, врачей реально не хватает, часть из них уже больны. Некому смотреть эти КТ каждый час, и, условно говоря, тяжелый пациент может умереть. То есть, машина, программа сейчас может быть сделана достаточно интеллектуально для того, чтобы провести, по крайней мере, первоначальный скрининг. Но это самый простой пример. Это самый простой пример, им сейчас занимаются многие. Но вообще мы делаем чуть более сложные вещи, чуть более сложные и, на наш взгляд, чуть более нужные вещи. Дело в том, что, когда, условно говоря, есть уже действительно человек, который умирает, которому плохо, вот у него есть какое-то острое заболевание, ну, тоже та же самая коронавирусная инфекция. Но это может быть онкология, это может быть сердечно-сосудистая недостаточность. Вот в тот момент, когда ему совсем плохо, когда он на грани жизни и смерти, у него обостряются заболевания все. И вот понять, какие конкретно анализы говорят о каком из заболеваний, новому, который сейчас угрожает его жизни, или просто обострившейся хронике, это очень сложная задача. Врач, даже квалифицированный врач-диагност, может тратить на нее чуть ли не половину своего времени, пытаясь понять, вот у него пошел организм в разнос из-за того, что у него обострилась как раз его клиника диабета, или действительно у него сейчас пошла мощная аутоиммунная реакция. Я утрирую, я не медик. Но вот наше программное обеспечение позволяет, условно говоря, щелкнув мышкой, или там тапнув на экране монитора, показать те сведения по больному, те анализы по больному, очищены от других сведений, которые касаются данного конкретного заболевания, которое интересует врача в данный конкретный момент, чтобы он понимал, как его лечить. Правильно я понимаю, что у вас есть, условно говоря, база данных снимков гистерогеновских аппаратов различных заболеваний, например, там, тысяча вариантов инфекции ковида, да? Чем селён Казанский федеральный университет? Это своя огромная клиническая база, да? И вы загоняете в базу данных, и на основании этих тысяч, может, десятков тысяч уже сделанных когда-то рентгеновских и КТ-сных снимков, вы... алгоритм выбирает понимание, что это, да, скорее всего, КТ. Совершенно, да. Анализов показателей здоровья, рентгеновских снимков, даже словесных описаний, вот когда вот его вот осматривал врач когда-то, да. То есть я правильно понимаю, там, условно говоря, до 90-95% пациентов подобное решение будет, ну, верным? То есть у них какой-то процент, скорее всего, будет, где будет ошибка, но это 95%... А у врачу доступны сведения, как очищенные, так и нет. А, то есть врач и врач должен дальше досмотреть уже? Ну, разумеется, конечно. Он всегда имеет возможность обратиться к первоначальному данному, всегда имеет возможность не доверять программе. Вопросов нет. Но если он хочет получить именно увеличение скорости, принять решение. Если он хочет получить какую-то экспертную поддержку, конечно, он будет использовать наш софт. Вы... Мы сейчас затронули очень злободневную тему, медицинскую, да? Да, да. И я думаю, что мы на ней еще застрянем, потому что она действительно очень горячая, интересная, и к ней приковано большое внимание. Вот тот софт, который вы создали, или создаете? Мы его создаем. Создаем. Мы непрерывно, мы находимся в процессе развития, да. А уже не... Какие элементы этого софта уже используются? Да, разумеется, да. Используются в наших инфекционных больницах казанских? Вот на текущий момент мы создаем перечень программных средств, которые используются как раз в диагностике сложных патологий. Вот именно вот реально сложных патологий. Вот после того, как как раз началась вспышка действительно этой инфекции, мы переориентировались, и уже в июне месяце нами будет выпущен в конце июня месяца прототип программного обеспечения, который позволяет обеспечивать быстрый скрининг больного коронавирусной инфекцией без сопутствующей сложной аппаратуры, что называется, в амбулаторных условиях. Что это? Булет? Это будет... Я не буду об этом говорить. Рентген? Нет, ни в коем случае. Но, скажем так, это портативное устройство, которое позволяет по набору признаков поведения человека определить с высокой вероятностью, то есть, есть ли у него расстройство поведения, расстройство поведения, расстройство самочувствия, расстройство жизненных показателей, связанных именно с инфекцией. Характерный для ковида? Да. Это любопытно. А вот вы сейчас чувствуете, что к вам интерес со стороны государства, коммерческих структур? Казанский федеральный университет это, безусловно, федеральная структура. И интерес к нашим разработкам со стороны руководителей федеральной структуры, Гафору Ильшат Равкадчу, безусловно, есть. Я поэтому считаю, что к нам, безусловно, проявлен интерес со стороны государства. Нам очень приятно, мы очень ценим то, что нас видят, наши разработки замечают. Именно для этого мы делаем все для того, чтобы увеличивать, в свою очередь, значимость, силу, потенциал Казанского федерального университета, как в области медицины, так и других областей науки. В меру наших компетенций в рамках развития сложных цифровых платформ. Мы же... Дело в том, что не только цифровые платформы развиваемся... Цифровые платформы сами по себе ничто, если вы не понимаете суть вещей. Мы специализируемся на обработке сложных данных и поиску скрытых зависимостей. То есть, условно говоря, какая связь между количеством старых дев в Калифорнии и поголовьем, как вот там, коров, допустим, в Северной Каролине. Вот мы занимаемся таким вещами, изучением таких скрытых зависимостей. И где находите? Вы знаете, в большинстве случаев их можно найти. В большинстве случаев их можно найти. Я понимаю, что у вас пример был шуточный, но я понимаю, о чем вы говорите, что то, что на первый взгляд не видно связь, а на самом деле связи существуют. И при больших данных обработке они появляются. Я вам даже больше что скажу. Если между какими-то событиями связи не видно, это означает, что она есть. Скорее всего, она есть, да? Вот вы сказали о том, что вы занимаетесь разработкой не принципиально новых устройств, а устройств, которые уже существуют, они действуют, но как-то их модернизируете? Как называется реновацией? Реновацией. Вот расскажите нам о реновации. Самый простой пример реновации. У нас очень большой пласт работ связан с интеллектуальными транспортными системами, но если быть более точным, это тема, которая вплоть до последнего времени точно так же была на хайпе, и мы являемся одним из основных вообще групп специалистов Российской Федерации. Действительно, то есть, скажем так, компетенция Казанского Федерального Университета в рамках беспилотной техники, но одни из самых сильных в Российской Федерации, потому что мы, ну, я не буду, конечно, конкретик сейчас говорить, даже являемся консультантами, экспертами других ведущих вузов при выполнении тоже каких-то договорных работ в партнерских отношениях. Пример реновации. Вот у вас есть сельскохозяйственная техника, у вас есть агрохозяйство. Ну, вот они там уже есть, там уже есть вот эти трактора Кировец, какие-то старые комбайны, может быть, у них там завалялся какой-нибудь там агрегат Джон Диерно 30-летней давности. Да никто никогда в сельском хозяйстве, именно в сельском хозяйстве вот таком вот рядовом, то есть не так, что вот, что называется, то есть вот агроферма цифровая, которую построили с нуля, оснастили всем целом, а просто вот нормальное сельскохозяйство, которое существует там 20-30 лет, да никогда она не будет осуществлять вот полноценную замену парка техники. Зачем? Ну, она работает, там есть люди, они работают, все хорошо, замечательно, прекрасно, все. А что происходит сейчас? Я не буду даже сейчас говорить о том, что людям опасно вообще вот выходить, что-то работать. это понятно, опасно, но они, тем не менее, не работают. Что делать с тем, что у людей сейчас постепенно теряется мотивация по работе со старой техникой? Сложно найти людей, которые будут работать на этих тракторах Кировец. По крайней мере, сложно найти, что называется, людей, которые будут всегда адекватными, до которых, может всегда дозвониться, которые всегда будут на работу, и вообще сделать все вовремя, в срок, и еще, что называется, никого не задавят и вообще просто не сделают что-то нехорошее с тем полем, которое они должны, условно говоря, оборонить. — Это и чинить просто эти старые трактора Кировец намного сложно. — Чинить их легко как раз. Но дело в том, что никто, кроме нас, хочу заметить, это важно в Российской Федерации, не в Российской Федерации, этим заниматься. То есть у некоторых компаний за рубежом есть такая же бизнес-модель, но они ориентированы все-таки на совсем новую технику. Вот мы занимаемся реновацией старой техники, то есть мы разрабатываем, устанавливаем комплекты именно их роботизации, автопилотирования, которые позволяют старую технику, ну, по сути, сделать новой. Причем у вас, пожалуйста, не теряется возможность ее управлять по стареньке. Но вот как показывает вообще практика, экономия на парке в 10 единиц техники, вот просто реальная экономия при замене беспилотной, из-за того, что людям не надо уходить на обед, им не надо тратить время на пересменку, они совершают ошибок во время работы, ночью они работают с той же самой эффективностью, как днем, экономятся горючие смазочные материалы, уменьшается износ всех агрегатов из-за того, что техника передвигается равномерно и так далее. Вот эта экономия на парке техники в 10 единиц в среднестатистическом агрохозяйственном предприятии составляет на горизонте 5 лет, это, в принципе, горизонт функционирования системы, гарантийный срок, словно говоря, порядка 80-90 миллионов рублей. Это очень круто. А комплекты, которые мы поставляем, которые мы разрабатываем, будем, дай бог, в этом году уже демонстрировать, на одном из предприятий как раз республики, они стоят всего 1,5 миллиона рублей на одну единицу техники. 15 миллионов против 90. Условно говоря, она уже за год окупается на каждой единице техники. Любой человек может ее поставить на один свой трактор. Любой промышленник из агрохозяйства 1,5 миллиона найдет. Он увидит, что за год она окупилась. Вот так не делает никто. Вот так никто не делает. То есть у вас готовые комплекты уже лежат на складе, вы... Фактически, да. ...повезете, поставите. И когда вы планируете это продемонстрировать? Ну, мы планируем это продемонстрировать, ну, скорее всего, поздней осени этого года. Вы знаете, мы как-то с вами давно уже разговаривали предварительно, и вы тогда рассказывали тут же о реновации, связанной с использованием старой медицинской техники, которые в наших поликлиниках до сих пор стоят. И как можно из старого рентгеновского аппарата, как из старого УЗИ, сделать современную технику? Расскажите об этом. Вот я и говорю, вот реновация, это... Ну, как вот у нас вот вообще, вот я еще раз повторюсь, у нашего центра, что называется, есть три краеугольных камня. Во-первых, мы создаем новые потребности. Во-вторых, мы создаем цифровые платформы. В-третьих, мы практически всегда эти цифровые платформы для новых потребностей осуществляем через реновацию старой или уже имеющейся техники. Ну, потому что она уже есть, и потому что она востребована. Вот, да, вот, перейдем к тому примеру, о котором вы говорите, да, это реновация старых аппаратов УЗИ. Ну, у вас есть старый аппарат УЗИ. У вас есть даже просто не старый аппарат УЗИ. У вас, может быть, есть что-то типа аппарат УЗИ, который вы купили на Алиэкспресс. У вас есть просто какой-то аппарат УЗИ, который непонятно как работает, но который поставили в сельскую или деревенскую больницу, и за ним даже квалифицированный врач ничего не видит, потому что там настолько замылены, идут помехи по экрану, сорвана развертка, все остальное. Применительно конкретно к аппаратам УЗИ. Нами сейчас разрабатывается комплекс программных средств, мы планируем его выпустить ближе к началу следующего года. То есть вот уже вот, который, во-первых, позволяет эти аппараты никак сами не модифицировать, то есть это выполняется в роли просто внешнего устройства, условно говоря, планшета, да, который при помощи, ну, технологий, которые используются в астрономии, прежде всего. Астрономия, прежде всего, позволяет, условно говоря, из плохой, непонятной, неинформативной, искаженной, сломанной картинки, получить информацию, что называется, УЗИ-аппарат, он, если не экспертного класса, но который уже может нормально интерпретировать любой врач, ну, даже вот младшего звена. Почему астрономическую? Ну, потому что, собственно говоря, астрономы, которые работают не с космическими телескопами, они всегда работают в тех условиях, что, ну, если вы когда-нибудь видели снимки там далеких звезд или экзопланет, вот диву даешься, что вообще можно увидеть в этой расплывчатой картинке, где можно увидеть все, что угодно, ну, кроме, что называется, там, двойной звезды, там, да, или вот конкретного типа спутника или еще что-то. То есть вот на самом деле технологии восстановления изображения, они максимально давно реализуются, используются, просто они сложные, они действительно сложные. Мы берем их из астрономии. Почему мы вообще смогли сделать? Ну, потому что, собственно говоря, я сам заведующий кафедрой бывшего отделения радиофизики, ну, сейчас это как раз Высшая школа гиперфизических систем, мы на этом специализируемся, мы физики. Если вы возьмете среднестатистического специалиста в области IT, вот, условно говоря, 30 лет назад, 40 лет назад, даже 50 лет назад, тем более 50 лет назад, вот, программист всегда должен был обладать математическим или, по крайней мере, физическим образованием. Сейчас Вы заходите на Яндекс.Дзен, и у Вас выходит надпись, хотите стать программистом на Ява за два месяца? Хотите стать специалистом по Data Science за 90 дней? Обучаем с любого образования. Зачем Вы были юристом, там, я не знаю, экономистом, кем-нибудь еще, сейчас мы из Вас программиста сделаем? — Делают? — Это не программисты, это кодеры, это разные вещи. Программист — это тот человек, который может обучить машину делать что-то сложное, но при этом сам понимает эту предметную область. Если программист предметную область не понимает, он не программист. Мы физики, мы программисты. — Ну, сварщик, который варит газопровод, он, наверное, тоже не понимает, как устроено давление? — Он сварщик высокой категории, безусловно, понимает, как работает его сварочный аппарат, и может его отремонтировать на коленке даже в своих Крайнего Севера. Он, безусловно, это понимает. — Но имеется в виду, кодеры-то не будут тем же самым сварщиком или в будущем, да, или обычным работягой, который сейчас синий воротнички, который сейчас является. — Вот, знаете, профессии программиста как такового уже, на моей памяти только, 25 лет уже как пророчат быстрое исчезновение, то, что все смогут стать программистами, то, что снился фонд заработной платы. — Стоп, 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 вы разделили кодер и программист. — Нет, я и говорю. — Кодер, черные воротнички, программисты. — А почему это говорят? — А почему так и говорят? Потому что, говорят, все будут кодерами, ребят. Ну, будет, конечно, прослойка элитных программистов, но нет. Потребность в программистах высокого уровня, она как сохранялась, она только увеличивается. И самые дорогие вакансии на эти рынки — это именно для программистов. Те люди, которые учатся сейчас на курсах за 2-3 месяца, их нельзя назвать программистами. Они, на самом деле, не востребованы рынком, и мы не работаем в этой области. И то, что мы делаем, они сделать не могут. Они даже это понять не могут. Они даже ошибки там найти не могут, они не могут ничего. Эти люди могут максимум, условно говоря, преобразовать документы из Ворда в документы, там, допустим, в PDF или в презентацию в PowerPoint. Это их топ, и то, что называется, если очень сильно повезет. — Вы знаете, когда вы говорили о реновации, в данном случае, в медицине, о том, что старые аппараты УЗИ, старые аппараты, может, в другую технику, можно за счет использования современной технологии, астрофизических технологий, подавления шумов, сделать из нее экспертную технику, и причем при этом... — Не сделать экспертную, но получить изображение близко к изображению техники экспертного класса. — То есть не того класса, который обычно в средней районной границе. — Да, да, да. — И при этом при наличии других программ вам не требуется высококвалифицированный врач, который сможет расшифровать это изображение. — Или не требуется высококвалифицированный врач, чтобы расшифровать, или высококвалифицированного врача, радикально снижается количество времени для работы с этим аппаратом. Да, и у него появляется время на написание отчетов. Наконец-то появится. Мне кажется, в вашем проекте есть заложена одна такая большая страшная мина, которая очень, может, не понравится современному российскому государству. В свое время, в эпоху больших цен на нефть, была программа поддержки медицины, и в результате этой программы было закуплено большое количество аппаратов МРТ, которые были распиханы по городским больницам страны. Очень часто эти аппараты очень долго стояли запакованными, потому что не было специалистов, которые могли это использовать. Но эти аппараты брались по конским ценам, в которых были заложены не очень хорошие вещи, но очень вкусные для заказчиков этой продукции. И так получается, что при наличии продуктов, которые разрабатываете вы, не понадобятся такие закупки в будущем? Нет, ну как же это не понадобится-то? То есть вы готовы технику продлевать ей ресурс на... Нет, ну то есть понимаете, да, то есть вот скажем так, вам никто и так не будет в село закупать эти аппараты МРТ. То есть вот и в деревне тоже не будет. А в райцентрах их все равно будут закупать. Ну просто потому, что они элементарно из строя выходят, но есть у них гарантийный срок. Вот когда он сломался, так вот он сломался. Часто отремонтировать аппарат МРТ, проще купить новый. Мы именно что позволяем при помощи нашего программного обеспечения не сэкономить на закупке новых техник, но тоже, конечно, а условно говоря, использовать старую там, где нет никакой, например. Или частично установить ее работоспособность, или в том случае, когда новая техника есть, когда это важно, когда действительно максимально важен именно ресурс врача, когда именно экстренная ситуация, радикально ускорить принятие решения, его облегчить и автоматизировать. Ну, с появлением вашей техники освобождается, мне кажется, освободится достаточно большое количество вакансий врачей, которые, кажется, просто не нужны. Ну, как вам сказать? Знаете, вот когда появились первые автомобили, знаете, как переживали кучеры, да, то есть погонщики, да, статы и так далее. Вы знаете, когда люди, ну, это же происходит не одномоментно, процессы внедрения вообще новых технологических укладов, а вот уклад цифровой экономики, вот это, по сути, это новый технологический уклад, он не одномоментен, он происходит десятки лет. И вот за время этого внедрения вот этих вот систем 10-20 лет, да, старые врачи еще смогут найти себе работу там, где этого нового еще нет, но вот новые уже будут учиться на новых специальностях и с новыми возможностями. А новые врачи в данном случае в мединституте Казанском, в Казанском биомеде, в Казанском федеральном университете, они уже учатся по вот этим новым технологиям? Они, разумеется, по ним будут учиться. То есть по другим технологиям, которые разработаны Казанским федеральным университетом. Вы внедряете его? И его индустриальным партнером, но не конкретно мы. Мы вообще с медиками стали работать достаточно недавно, меньше двух лет назад. Но вообще Казанский федеральный университет всегда внедряет в образовательную академическую деятельность те исследования и разработки, которые были разработаны с его индустриальными партнерами. То есть всегда. Вот вы знаете, я очень часто сталкиваюсь с таким мнением от лица тех, кто разрабатывает какие-то технологии будущего. У них достаточно много представлено, и мы часто общаемся, и в том числе в этой студии. И это вопрос, который меня всегда беспокоил, и меня всегда интересует. Что будет с людьми, которые не попадут в новый технологический уклад? Таких будет много. И я всегда приводил пример в частных разговорах историю Англии 18 века, второй половины, когда в Англии началась научно-промышленная революция. И английская, в данном случае техническая промышленность, которая была представлена так называемыми коттеджными фабриками, это был дом, в котором жила семья ткача, вот они занимались вручную или на каких-то примитивных аппаратах ткали. И когда была изобретена предельная машина, когда была изобретена машина, которая ткала ткань, паровые машины, все это механизировано, появились большие фабрики, производство. Да, в Англии случились социальные проблемы серьезные. И были движения лудитов, были потом движения чертистов, рабочих. Но тем не менее англичане, поскольку они были первенцами в этот момент, они своих людей, у них изменился уклад жизни. Что такое, ты жил в коттедже, сейчас на фабрике работаешь, где-то дышишь дымом и прочее. Но у них возможность зарабатывать на хлеб была. И при этом параллельно развивались процессы в Индии, где индийские ткачи и губернатор Индии в 30-х годах, в 19-м веке уже писал, что долины Индии завалены, белеют костями индийских ткачей. То есть если в Англии, которая стала выпускать громадное количество тканей, завалила этими дешевыми тканями и качественными мир, в том числе Индию, и индийские ткачи просто разорялись, и у них не было куда пойти, они просто умирали с голоду. Не может ли так случиться, что новый технологический уклад очень сильно ударит по тем людям, которые сейчас занимаются... Ну, не впишется в новый уклад. Я отвечу на ваш вопрос. Он, может быть, вас не убедит, я сразу говорю. То есть не всегда все ответы могут убедить. Вот тот технологический уклад, даже где мы сейчас существуем, не только новый, он обладает одной очень интересной особенностью. Нет, вернее, особенностей даже две. Они тесно взаимосвязаны друг с другом, но их две. Первое. Вот все государства сейчас, кроме стран, совсем-совсем третьего мира, вот как ни крути в мире, это очень четко показали, вот последние события, являются социальными. Все государства в любом случае всегда, так или иначе, прямо или косвенно поддерживают людей, которые остаются без средств к существованию. Раньше такого не было. Ну, даже, господи, в 20 веке 40-часовую рабочую неделю ввели. О чем мы говорим? Да это вообще абсолютно никого не интересовало, сколько человек работает, чем он дышит, что он ест. Это не сумел, ну, что называется, идти отдыхать. От политики социал-дравинизма мы ушли в современных государствах, тем более в государствах будущего, в которые мы начинаем преобразовываться, в новую, практически цифровую эру, цифровую эпоху. Она сейчас очень наглядно наступает, практически у нас на глазах, практически во всем. А второе, вы об этом сказали, вот, одни из самых высокооплачиваемых работ вообще на рынке, это то, что перешло из категории ремесел в категории искусств, это работы из серии неоудизма, ну, условно говоря. Если вы просто потеряли работу, неоудизма, то есть, если вы потеряли работу, но если вы вспомнили какой-то бабушкин рецепт, потому как она прива ткань, и вы начинаете делать кофточки на пяльцах, там, на чем-то там еще, опять же, я не приду ткань, я не знаю, как это точно называется, поверьте, с существующими интернет-ресурсами у вас эти кофточки с руками и ногами оторвут, просто потому что вы вспомнили действительно бабушкин рецепт, и вы делаете это руками. Это делает не бездушная машина, а руками. Культура хендмейта, по сути, культура нового аудизма, сейчас, на самом деле, в связи с тем, что очень востребованы как раз теми людьми, которые уже устали от цифровизации, которые будут от нее уставать еще больше, попытаются от нее сбежать, попытаются получить что-то живое, будет все больше и больше востребованности вот этого хендмейта. Вот сейчас, собственно говоря, круг знакомств у меня достаточно большой, то есть, как и у любого человека, это, наверное, несколько тысяч человек, последние полутора месяца они все были для нас тяжелыми, правда, то есть, ну, для всех вообще без исключения, да, но вот ни одного человека, который хотел найти себе работу и занятия, но не нашел, вот именно, даже я не говорю, что на кого-то работать, а просто найти себе работу и занятия, чтобы потом это вот... я не встретил, то есть, вот знаете, да, вот, да, я могу на своем собственном примере, просто вот, на своем, на примере своей супруги. У меня супруга давно достаточно хотела заниматься живописью, и вот последние события ее подтолкнули к тому, что необходимо иметь, вот, возможность, необходимо быть действительно вот мастером, специалистом живописи, и она буквально за два месяца стала не то, что рисовать, ну, то есть, вот я могу сказать, что, в общем-то, она вот, ну, просто вот, уже делает произведения искусства, которые будут востребованы другими людьми. Это касается каждого, каждый человек талантливый. То есть, ее уже покупают? Ну, мои друзья и знакомые, да. Прошло два месяца. За два месяца, если человек не умеет рисовать, но он может научиться, например, лепить что-нибудь из глины, или он может научиться, например, что-нибудь ткать, или делать табуретки. Ну, господи, ну, я два месяца назад, перед началом дачного сезона, купил четыре табуретки, каждую по полторы тысячи рублей. Фигурные табуретки прислали из Новосибирска. Что, какой-то человек может не научиться делать табуретки? Ну, ни за что не поверю. Вопрос в желании. Вопрос всегда в желании. Сейчас такая культура, что безработным человек может остаться, только либо если он очень сильно жалеет себя, либо у него нет желания найти эту работу. Это моя точка зрения. То есть, вы считаете, что история индийских ткачей неповторима? Потому что мы сейчас живем в другую эпоху, и та же самая Индия, как это ни странно, является социальным государством. Во времена индийских ткачей, этим индийским ткачам никто продуктовый набор не раздавал. Социальное государство... Это совсем роскошь, конечно, но тем не менее, социальное государство, чтобы стать социальным, должно иметь ресурсы. Наши ресурсы — это нефть, газ, экспортные возможности. На некоторое время любое государство может стать социальным. На некоторое время. Я же не говорю, наверное, совсем. Но на время именно как раз каких-то чрезвычайных ситуаций, например, когда надо сдать продуктовый набор, любое государство это делает, потому что любое государство сейчас влияет социальным. Государство сейчас не имеет шанса не быть социальным, его просто задавят другие. Ну, это невозможно. Это все равно, что я не знаю, в каком государстве был бы узаконен каннибализм. Этого государства не будет существовать. Никакое государство сейчас не может быть антисоциальным. Хорошо. Это моя точка зрения, субъективная. Я, продолжая разговор о нашем будущем, прежде чем продолжить, хочу спросить о нашем тревожном настоящем. Одно из достижений вашего центра за последние годы – это почти более 1 миллиарда рублей инвестиций, которые привлекли по линии НЕКР, исполнение подрядов. Это верно, да. А поскольку сейчас времена стали трудными, и в первую очередь экономические кризисы, компания сокращает финансирование по линии НЕКР, это частенько бывает. Они на фонд заработной плат сокращают финансирование. А все наши продукты рассчитаны как раз на то, чтобы повысить эффективность при сохранении или при меньшем уровне заработной платы. Вы посмотрите на все наши продукты. То есть, ваш энтузиазм по поводу финансирования ваших проектов сохраняется? У нас не то, что энтузиазм. У нас сейчас в состоянии заключения находятся 4 новых проекта просто потому, что предприятия вынуждены, хотят, должны существенно сокращать фонд оплаты труда, либо существенно повышать эффективность автоматизации своей техники. Потому что это вопрос экономии. Мы выпускаем те продукты, причем им ничего нового покупать не надо. У них уже все это есть, но мы радикально повышаем эффективность этих вещей. Мы даем им прибыль тогда, когда она им больше всего нужна. То есть, этот кризис, наоборот, подстегивает? Этот кризис нас однозначно подстегивает. То есть, вы как раз то, возможно, редкое исключение в нашей стране, которое... А потому что мы готовились к кризисам. Потому что их за последнее время, за последние 15 лет было более чем достаточно. И на самом деле, вот все компании, которые вы видите сейчас, которые именно не то, что выживают, занимают рынок, да, но они знали, что кризис будет. Но это было всем очевидно. Ну, абсолютно. То есть, ну, скажем так, кто не знал из руководителей предприятий более-менее адекватных, что кризис будет, значит, этот человек либо несколько месяцев был вне информационного поля, либо вообще не умеет просчитывать, и нечего ему вообще бизнесом-то, в общем-то, заниматься. То есть, а те люди, на которых экономится фонд труда, они будут вытачивать табуретки? Ну, условно говоря, в хенд-мей. Ну, вы знаете, те люди, на которых экономится фонд труда, за те 3-5 лет, когда происходит процесс интеграции нашей техники, а он никогда быстро не происходит, безусловно, найдут, чем они еще смогут заняться. А наиболее талантливые, которые захотят все-таки повысить свою квалификацию и научиться работать с новой техникой, а не саботировать ее внедрение, мало того, что они свои рабочие места сохранят, так они еще и зарплату свою повысят, и востребованность на рынке труда. А те, кто не захотят работать, захотят технику ломать, будут жаловаться на жизнь, не захотят учиться ничему новому, и вообще хотя бы сдвинуться с места, да, они пойдут точить табуретки. Или будут играть в танчики. Хорошо. Я работник предприятия, на котором внедряется новая ваша техника, ваше программное обеспечение. Я хочу стать, владать знаниями по эксплуатации техники. Классно. Я могу к вам прийти, пройти курс, заплатить. Легко. Вообще, да. Именно так. Мы заинтересованы в том, чтобы были, во-первых, кадры высококвалифицированные, во-вторых, кадры лояльные к нам. Когда человек обучился нашим изделиям, когда он научился с ними работать, когда у него из-за них поднялась зарпата, поверьте, он нашу технику ломать не будет. И из-за этого наш престиж вырастет, и дальше наша техника на этом предприятии будет больше внедряться. Поэтому, разумеется, мы это будем делать, причем, скорее всего, бесплатно. И мы это делаем на тех предприятиях, на которых мы осуществляем внедрение нашей продукции. А скажите, а можно назвать те предприятия, на которых уже внедрена ваша продукция, известные нашим зрителям или неизвестные? Ну, вообще, одной из самых известных компаний, в которые была внедрена наша продукция, ну, слава богу, сейчас уже обострение, там, санкционное, не то что санкционное, 2014 года немножечко снято, сейчас все человечество, что называется, практически уже друг другу брат, ну, более-менее плюс-минус. Но самая известная компания, где мы осуществляли внедрение нашей продукции, это компания Cisco. Компания Cisco – это крупнейший производитель телекоммуникационной аппаратуры во всем мире. В принципе, вообще, да. Cisco – это чья компания? Cisco Systems, американская компания. Американская компания. Да. То есть мы с ними разрабатывали антенные системы. Антенные системы для тех Wi-Fi роутеров, которые стоят, что называется, везде и всюду, то есть которые позволяют, что называется, нам вот ловить вот тот интернет, который вот есть. То есть вы хотите сказать, что они у себя в Кремниевой долине не нашли специалистов такой категории или по такой цене, чтобы разработать такой продукт? Это очень вопрос такой. Он вот, кажется, что с подвохом на самом деле нет. А почему вы думаете, что в Кремлевую долину уезжают люди с особенно высоким уровнем образования или то, что там должны быть люди более высокой квалификации, чем у нас? Ну, я просто пример приведу. Ну, вы же зачитали мой перечень должностей, да? Я вот в 33 года сейчас уже академик одной академии, скоро буду академиком уже второй, да? Заведующий кафедрой уже второй раз, да? А что я не в Кремниевой долине-то? Может, нас и здесь как-то неплохо кормят? Ну, мне просто было бы любопытно, потому что есть шаблоны, представления о том, что есть Кремниевая долина, где... По антеннам. Давайте вернемся к антеннам. Давайте, давайте. Вот, например, по антеннам, да? То есть, с нами работал. Этот человек, он был вообще сотрудником Казахско-федерального университета, он работал на кафедре геометрии, он сейчас работает в Иннополисе. Я не могу говорить, плохо, это хорошо, никак, то есть мы с ним подержим хорошие отношения. Вот Константин Игудусман, замечательный человек. Он является крупнейшим в мире, вообще крупнейшим в мире, он является сеньор-спикером, старшим спикером, открывающим конференции по, так называемой, фрактальной геометрии. Ну, фрактал, это такая фигура, которая бесконечно повторяет самого себя. Самый простой пример фрактала, это Снежинка. Снежинка, она бесконечно повторяет сама себя. Вот, на базе его теории фракталов, которые он разработал, он это признан, он лучший в мире. Он лучший в мире, он и вообще, то есть, он, что называется, у человека огромное количество других талантов, он, так называемый, универсальный счетчик, условно говоря, он чистый любой разрядности, делает с ним любые арифметические операции в уме, да. Он, по-моему, у него звание гроссмейстер, я могу ошибаться, типа, шахматом, но он работает у нас в России. А на базе его техники, как раз, мы разработали антенны фрактального типа, которые просто потому, что они фрактальны. Вот просто потому, что они фрактальны. Они в два-три раза меньше, чем любые другие антенны, что позволяет их создавать встраиваемыми в те точки доступа, которые у вас есть. Это такой очень простой классический пример. Там могу другой пример привести, он тоже хороший. Вот, например, да, вот есть, допустим, всем известный беспилотный летательный аппарат. Вот у беспилотных летательных аппаратов есть принципиальная проблема. Устойчивость в воздухе колеблит его очень сильно. И та, и другая проблема, она была решена, она используется в вполне себе тяжелых беспилотниках, она была разработана в нашем университете, она используется, используясь в рамках ряда окр с оборонными предприятиями, которые называть не буду, но они вот были, да. То есть это технология, которая была разработана заменительшим ученым, вот фамилия Гуля, который разработал так называемую, ну, идею саму, теорию, терминологию, накопитель супермаховичного типа. Я не буду говорить, что это такое, объясняет, там это все очень сложно, да. Условно говоря, это, во-первых, накопитель энергии, гораздо более эффективный во многих случаях, чем аккумулятор. А во-вторых, он обладает гироскопическим эффектом. То есть, условно говоря, беспилотник, когда воздух поднимается, его уже просто вот никакой ветер не наконит. Но этот человек всю жизнь работал в Советском Союзе, сейчас работает в России, и никуда переходить не собирается. И не собирался, и вообще он патриот своей страны. То есть, ну, вопрос патриотизма мы не будем сейчас, скажем так, затрагивать, да. Но, на мой взгляд, вот на мой взгляд, да, в ту же самую Силиконовую долину переезжают люди, ну, глубоко разочаровавшиеся в возможности своей реализации в той стране, где они живут сейчас. Таких людей глубоко разочаровавшихся много не только в России, но и во всех других странах мира. Условно говоря, в США. И из Канады переезжают, и из Англии, и из Мексики, и из Новой Зеландии, отовсюду. Но там много таких людей, которые добились успеха. А еще больше людей, во много раз больше, которые успеха не добились и закончили свою жизнь на улице. Ну, у Дурова был последний интервью очень хороший. А Дуров-то сам идет ко дну сейчас. Замечательно. Не знаю, насколько он идет ко дну. Но, как бы, его криптовалюта грамм, то вы же знаете вообще ту сумму, которую он должен вернуть. Вы знаете, что тот же самый Маск неоднократно стоял, это называется, он верч, по-английски, да, то есть вот на грани, совсем вот на грани, за гранью, что называется, вот в определенные моменты он говорил, вот это прямая цитата, «Я готовлюсь продать гараж под моим домом, последние деньги вложить в комплектующие, потому что денег у меня больше нет». И его никто не собирался поддерживать. Только чудом, личной харизмой, он эти деньги доставал в последний момент. Ну, Дональд Трамп четыре раза был банкротом. Тем не менее. Дональд Трамп четыре раза был банкротом. Но те люди, которые четыре раза могут быть банкротами, и при этом что-нибудь возродиться, поверьте, они в любой стране построят свой бизнес и достигнут успеха. Мне кажется, у Дурова тоже все будет хорошо. Нет, ну я просто говорю пример. Ну, сейчас-то у него все плохо. Он в Телеграм же, вот в Мессенджере Телеграм, вы извините, но когда в Мессенджере Телеграм появляется сообщение, что «Ребят, помогите, кто можете, денег у нас больше нет, скиньтесь, пожалуйста, а то мы рекламу увидим», но это явно не говорит о хорошем финансовом благополучии. Поэтому, да, и у Дурова, который, вот, у Гуру Силиконовой долины, тоже, к сожалению, бывает все плохо. И вот конкретно плохо, например, сейчас. Хорошо. У меня вот такой вопрос. Мы, вы начинали говорить о санкциях, умелькнуло это в нашем разговоре. Россия находится в режиме санкций уже несколько лет. Мы имеем ограничения на поставку технологического оборудования, на микроэлектроники, установлены определенные ограничения на научные какие-то контакты. Вы чувствуете влияние санкций на вашу работу? Они вам мешают? Мы очень сильно чувствовали влияние санкций в 2014-2015 году. Потому что одномоментно был перекрыт кислород по сложной измерительной аппаратуре, по многим типам сложной измерительной базы. Действительно, очень агрессивно относились с зарубежной компанией к контактам. Потом острота вопроса спала. Потому что большую часть продукции, аппаратуры стали изготавливать либо в Российской Федерации, либо в дружественном нами странам. А в те моменты, когда, что называется, потребовалось уже восполнять... Ну, у нас же полностью пропал рынок Соединенных Штатов. В той же санкцийском же полностью перестали работать. То есть, это было еще до... Это полностью прекратилось в момент кризиса. Санкционного кризиса. Это был очень тяжелый удар для нас. Те же самые ниши, те же самые работы, они возникли как раз на нашей территории, именно благодаря тому, что у нас возникли вот эти высокотехнологичные отрасли. То есть, санкции, безусловно, абсолютно точно пошли нам во благо. Вот, скажем так, если бы не было бы санкций, вот даже вот сейчас, вот то, что мы видим, было бы гораздо хуже. Просто намного, вот, ну, просто в тысячу раз. Вот мы научили жить сами. Плохо ли, хорошо ли. Ну, мы научили жить сами, производить то оборудование, которое нам нужно. Мы можем сами сделать трактор, комбайн. Мы можем сами сделать нормальный сыр. Ну, господи, ну, сыроварня Санкт-Петербурга уже, по-моему, второй год побеждает в конкурсе поваров сыроварен. Ну, у нас ничего этого в стране не было. У нас ничего этого в стране не было. А сейчас, по крайней мере, да, условно говоря, если Российская Академия Наук нужно вот посотрудничать с какой-то фундаментальной области исследования, она же не за рубежом теперь связывается и заказывает оттуда каких-нибудь профессоров, да? Она же обращается на внутренний рынок страны. Мы получили благодаря этому плеяду известнейших молодых ученых. То есть, я считаю, что санкции вот однозначного блага на первых два года были очень тяжелые. А скажите, вот рынки сбыта, после того, как закрылись американские рынки сбыта, новые заграничные рынки сбыта появились, экспортные? Ну, как мы работаем преимущественно по странам ЕАЭС, то есть, это Россия, Казахстан, Беларусь, то есть, именно у нас сейчас страна стала достаточно высокотехнологичной, чтобы у нее возник достаточно большой внутренний рынок и потребность в развитии. До этого этого не было. Китай, например, сотрудничество? Ну, понимаете, с Китаем и другими зарубежными странами мы сотрудничаем, но с большой, значительной осторожностью, потому что Китай — это сверхдержава, она обладает большим научно-техническим потенциалом, и при работе с ними всегда нужно быть очень осторожными. Поэтому, скажем так, мы за мир, дружбу, братство, но против того, чтобы, что называется, выполнять совместно какие-то сложные научно-технические разработки. Какие-то достаточно примитивные вещи, утилитарные, условно говоря, те же самые антенны для Wi-Fi роутеров, мы для них делать готовы, но, условно говоря, работать с ними в рамках какого-то сложного программного освещения, которое обладает потенциалом какого-то искусственного интеллекта, мы с ними работать не хотим, не должны и, скорее всего, не будем. Даже так. Почему я об этом спросил? Потому что, ну, по многим оценкам, мы входим в новые 90-е годы кризис. То есть это будет действительно цикл смены технологического уклада и утрата нашего былого основного экспортного товара в виде энергоносителей, сырья. Соответственно, будет серьезная перестройка. В ту перестройку 90-х годов предприятия, которые работали с экспортными подрядами, контрактами, имели доступ к валюте, к мировому рынку, они пережили хорошо, и вокруг них, на самом деле, стал образовываться там новые центры экономики. Мне кажется, если случится что-то подобное в наше время, в нашей стране, повторение, а некоторые эксперты, в частности, на вашем месте здесь совсем недавно сидел, Марат Рашидов-Софиуллин, проректор по экономическим вопросам, он сказал, что при худшем сценарии нас ждет не 90-й год, при худшем сценарии нас ждет 20-е годы, начало. Вот с ним я согласен. Разруха. Вот с этой точки зрения согласен. То есть никак не 90-е, да. Да. Но имеется в виду, что те организации, те места, которые будут иметь доступ к внешнему финансированию, экспортному финансированию, валютного поступления, они могут стать точками роста в будущем. То есть вокруг них будет жизнь. А где этого не будет, будут точать стульчики и выставлять их на ebay и отправлять? Нет, 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 нет. Сейчас немножечко другая ситуация, чем в 90-х годах. Вот. В 90-х годах мы получили полный разрыв производства и государства. Полный. Государство перестало, в принципе, поддерживать крупные предприятия. Почему перестало? Потому что государство не стало. Просто вообще, в принципе, не стало государство. Потому что государство исчезло, если государство исчезнет, вот то, что вы сказали в текущей ситуации, это может стать наименьшей из наших проблем. То, что там доступ к валютному рынку и все остальное. Потому что вот когда государство исчезает, тогда это любая страна с ядерными ракетами начинает называться верхняя вольта с ракетами. И я еще раз повторюсь, тогда, может быть, тревожность нужно будет совсем не об этом. А вот если государство не исчезнет, то государство, оно всегда опирается и до последнего поддерживает свои системы, образующие предприятия. А системы, образующие предприятия, они работают никак не на внешний рынок. Я говорю, возможно, мы, понимаете, здесь с вами не согласимся. Но я за то, чтобы всегда не сосать откуда-то, а взращивать свое. Что значит сосать откуда-то? Если вы производите товар в душе на рынке... Доступ к внешнему рынку. Это означает, что вы потребляете их ресурсы, да. Это означает, что вы продаете товар, который востребован там. Он качественный... А, в этом плане. А как жил Советский Союз? В каких отраслях Советского Союза сохранились после 90-х годов? Не-не-не, ну, при чем тут отрасли Советского Союза? Очень серьезное поступление валют шло от нефтегаза, от... Нет, я понимаю, мы сейчас не 90-х годов рассматриваем. Просто как вот вообще жил Советский Союз? Ну, советские предприятия не работали на зарубежном рынке, но они же как-то жили. Да, да. Ну, я вообще за идеологию Советского Союза. То есть мне вот вообще близка идея. То есть это я понимаю, то есть я с одной стороны как бы, как вы говорите, человек из будущего, с другой стороны политический ретроград. Мне близка идея самообеспечения государства. Чучка. Ну, цифровое. Цифровое чучка? Прекрасно. На базе русского патриотизма и березок. Отличная мысль. Понимаете, у советского государства, советской экономики, я, возможно, ошибаюсь, да, но тем не менее, мне кажется, вот этот вот цикл, который внутренний, когда она самая поддерживающая система работала, выпускала не совсем качественную продукцию, тем не менее, она стала обеспечивать более-менее относительно высокий уровень жизни людей только с 70-х годов. А с чем сопались в 70-е годы? С поступлениями нефтяной выручки, нефтедолларов. Да, это не как сейчас, когда реально у нас там 70-80% экономики зависит от этой, ну, за счет мультипликативного эффекта. Там было 20, может быть, 30, но это был тот навесок, который обеспечивал жирок, и который в том числе поддерживал всю систему. Она была хиленькая, слабенькая, иначе бы она не рухнула так быстро, на самом деле. Я могу ошибаться, но даже тогда вот этот экспортный потенциал нашего сырья, это поток нефтедолларов, который возник, он позволял поддерживать всю систему в целости и сохранности. Сейчас наша система, ну, я не знаю, более адаптированная, менее адаптированная, экономисты можем много поспорить и спорят, но тем не менее, если мы опять убираем то, что придавало устойчивость системе, как она себя поведет, я не знаю, какие подпорки. Мы тоже не знаем, я тоже не знаю. Это сложно предугадать. Но другой вопрос, мы не знаем, сколько у нас подпорок, какого они типа. Ну, мы не все знаем. Мы вообще не знаем, как работает наша экономика. Ну, потому что, с одной стороны, это катастрофа, то, что сейчас, например, рухнула сфера услуг, да, но это катастрофа, безусловно. Но мы не знаем, как это повлияет на устойчивость всей экономики государства. Есть много предположений, но они различаются даже не то, что в деталях, о своих основных предпосылках и принципиально в грядущих возможных последствиях. Да, мы сейчас находимся в состоянии полной неизвестности, но мы просто реально не знаем, сколько у нас подпорок. Вот ваша терминология. В любом случае, экономика будущего, она будет возникнуть, она будет существовать, и новый технологический уклад возникнет, и тот, как в него этот уклад строится, даже в условиях тяжелого экономического кризиса, будет чувствовать себя достаточно неплохо. Согласен. И, скорее всего, послушав наш разговор, многие молодые люди, они сейчас уже хотят, да, видимо, войти именно на эту стезю. Как вы набираете людей? Могут ли они к вам прийти работать? Смогут ли, имеют ли они шанс попасть? Какие требования специалистам определять вы? Есть у вас потребности в новых людях, опять же? Мы набираем людей. Вот в этом году уже нами будет создано студенческое конструкторское бюро. Ну, опять же, повторюсь, понимаете, вот в моей речи часто проглядывают такие анахронизмы для большинства, как конструкторское бюро, железный занавес. Понятнее еще это люди. Но дело в том, что я представитель молодого поколения. Ну, правда, то есть, 86-го года рождения, правда, родился при Советском Союзе, но, тем не менее, уже в момент практически уже вот окончания перестройки, да. Но мне очень близки основные правила, моральные даже императивы и способы построения науки, производства и образования Советского Союза. Надо сказать, построением структур в области образования, производства и науки я занимаюсь, несмотря на свой юный возраст, достаточно давно, ну, по крайней мере, для меня давно, уже порядка 20 лет. А, ну, вот прямо, что называется, школу закончил и пошел строить. Серьезно. Первое СКБ я сделал на первом курсе университета из своих друзей единомышленников. СКБ что такое? Студенческое конструкторское бюро. Нам нужны люди, которые хотят учиться. Вот из этих людей будет создано студенческое конструкторское бюро. которые воспринимают конструктивную критику и которые не хотят овладеть каким-то продуктом Data Science, чтобы через 90 дней стать, а которые хотят понимать суть вещей, которые хотят понимать, что они делают и, главное, для чего они это делают. Где вы ищете таких ребят? В Казанском федеральном университете. Или они сами к вам приходят? Или вы подбиваете? Мы ищем их сами. И сейчас, слава богу, наш центр был организован официально с 1 мая. Ну, вернее, как набор послужил с 1 мая, это произошло чуть раньше, в середине апреля. До этого мы работали в рамках других подразделений. Начиная уже с момента нормализации обстановки, но, видимо, это уже начало осени, мы, по сути, начнем полноценный рекрутинг, мотивирующие презентации, постоянные организационные собрания среди студентов, молодых сотрудников Казанского федерального университета. Для того, чтобы у нас были созданы условия для их работы, для того, чтобы у нас были созданы условия для их образования и работы с ними, нам практически выделены в рамках как раз корпуса КФИ, который на холме у нас находится, на Бутлеро-4, площади цокольного этажа, это огромная площадь, тысячи квадратных метров, там уместятся все, там есть оборудование, аппаратура, которая позволяет делать любые вычисления, сложные техники, которые позволяют с фонограмм что-то спаять, полный интерактив, для того, чтобы эти люди могли работать в той области, которую они хотят. Для ребят из КАИК и ХТИ путь с заказом? Пусть приходит в Казанский федеральный. Приходит к вам или в Казанский федеральный? Пусть приходит в Казанский федеральный. Все понятно. Пусть заказан пока. Ну, я сам из КАИ, я сам закончу КАИ, я защитился в КАИ. Я сейчас работаю уже достаточно недостаточно времени в Казанском федеральном университете. Есть такое понятие, как патриотизм с одной стороны, но с другой стороны есть такое понятие, как лояльность к работодателю. Вот когда я работаю в Казанском федеральном университете, я, безусловно, буду давать предпочтение И практически сюда я буду работать только для Казанского федерального университета, если только не будет обратного указания ректора. Кстати, по поводу того, что вам импонирует та система образования, экономики и связки науки, которая существовала в СССР. Я заметил, что очень много людей с математическим, физическим образованием эта система как раз импонирует программёром с большой бухгалтерией. Система действительно очень импонирует. Речь не об этом, просто моё маленькое замечание. Не вы один, условно говоря, именно из этой стези, из этих профессий, из этих сфер, к которым та система импонировала. Могу дать комментарий? Конечно. Я даже примерно понимаю, почему, но ваш комментарий будет интереснее. Вот моё знакомство с советской системой образования началось не с математики, не с физики, даже не с программирования. Моё знакомство с советской системой образования началось, когда я... Ну, я очень рано начал читать, в три года. И уже... Ну, вот у меня отец заслуженный учитель... Ну, неоднократно учитель года Республики Татарстан, заслуженный учитель Российской Федерации. Молодой мужчина, что называется, в самом расцвете сил. У него вот скопилась потрясающая подшивка педагогических журналов «Педагогика и дидактика». Там подшивка за 20 лет, что ли, по-моему. Вот первое, что я сделал, прочитал эту подшивку. И вот, вы знаете, вот, да, оно не касалось математики, физики, но там говорилось о том, как учителям мотивировать учеников, чтобы они хотели учиться. Вот вы знаете, вот ни у кого из современных учителей такой подшивки нет, они её не читали. Вот именно поэтому, вот я хорошо учился, именно поэтому у меня никогда не возникает потребность в кадрах, ну, у меня никогда за 15 лет не возникало кадрового голода. Именно поэтому мои выпускники всегда, без исключения, достигают высоких результатов. У меня из 75 дипломников, у меня 75 дипломников, на 4 защитился один. И то потому, что это была девушка, которая растерялась и просто впала в ступор отличница, когда вышла защищать свою дипломную работу. Был бы ноль. Бывает такое. Поэтому педагогика в Советском Союзе была развита гораздо сильнее, на мой взгляд, чем сейчас вот в большинстве стран мира. Мне кажется, ещё такой момент, что там была поставлена на такой рационально-научной основе, которая импонирует математикам, физикам и, может быть, менее импонирует гуманитариям, кстати. Очень может быть, да. Вот, скажем так, я сейчас хочу поговорить снова о будущем. Вот здесь с прошлого будущее вернуться. Вы знаете, когда вы создаёте продукты, которые меняют мир, уже привычный нам мир, этот мир мы можем пока увидеть, большинство из нас людей, вот мы можем увидеть где-то в реальности, да, а мы можем увидеть в сериалах, в фильмах. Да. Потому что, ну, в культуре, в книгах фантастически. Ну, сейчас уже эта культура сериальная и фильмовая более развита. Вот, и я буквально накануне вот нашего с вами разговора ещё раз посмотрел пару серий из такого сериала «Чёрное зеркало». Там описывается мир ближайшего будущего и некоторые технологии, которые мне было бы интересно узнать, насколько они все реальны и возможны ли. Например, там была технология, когда у человека считывалось сознание, переносилось на электронный носитель, его память, его эмоции, его реакции. Вот. И потом использовалось или в благих целях, или в нехороших целях, но тем не менее. И в данном случае там показывалось как элемент вечной жизни. То есть здесь у человека сознание, у пожилого человека сознание было скопировано, внедрено или в новое тело, или внедрено в виртуальный мир, в новом теле цифровом, но он также чувствует, у него те же эмоции, та же память, с новой взаимодействием получается, ну, скажем так, ну что-то такое антибожественное с одной стороны, да, если говорить так глубоко философски. То есть когда цифровые технологии, возможно, создадут бессмертие, потому что в физическом теле домой умрём, но наше сознание сохранится. Вот применительно конкретно к сознанию человека. Я затрону сначала технический аспект, вы попросили затронуть технический аспект, насколько это возможно сделать. Вот в техническом аспекте для копирования сознания человека для начала мы должны научиться суметь моделировать и строить так называемые хаотические системы. Хаотические системы — это такой класс систем, в которых, вот, ну, извините, я сейчас вынужден выражаться, что называется, канцелярским языком, при сколь угодно малом изменении входного воздействия может максимально меняться откинь, ну, условно говоря. Самым простым примером хаотической системы является погода. Вот от того, насколько будет работать погодная модель в данном регионе, вот, зависит вообще от каких факторов. Вот, условно говоря, если у вас погодная модель обладает достаточной детализацией, и вот, учитывая, например, движение там, своих атмосфер вблизи Земли, вы можете взять, например, поставить одно дерево, и вот у вас окажется, что через две недели роза ветров, там, условно говоря, локальная, сформировалась совершенно в другом месте, то есть, вот, условно говоря, да, и вот пошла гроза, а там был град. То есть хаотические системы — это те системы, поведение которых меняется бесконечно много в зависимости от того, как если мы взяли, там, условно говоря, там, два идентичных объекта, да. — Это эффект бабочки. — Эффект бабочки. Эффект бабочки, классический, да, да, да. Вот пока мы эти хаотические системы не научимся моделировать и не научимся строить, сознание человека мы создать не сможем, потому что сознание человека является самой сложной из известных нам хаотических систем. На традиционной элементной базе хаотические системы не моделируются вообще никак, от слова совсем. Вероятно, они могут моделироваться. Этого никто не знает. Есть предположения, но они не подтверждены на практике, а теория без практики мертва. Вот. То, что это можно будет сделать на квантовых компьютерах. Ну, полноценных квантовых компьютеров у нас тоже фактически еще нет. Поэтому сделать это, безусловно, можно. Ну, как бы, мы же существуем. То есть, скажем так, продажа процесса переноса сознания от родителей к ребенку — это процесс копирования сознания. То есть, мы есть, мы существуем. У нас что-то смогло создать. Природа, процесс эволюции, что. Эти технологии однозначно могут быть разработаны. Но в каком промежутке времени — непонятно. Потому что очень может быть, когда даже квантовые компьютеры войдут в серийное производство, окажется, что даже ими хаотические системы по-прежнему смоделировать нельзя и потребуется что-то другое. Поэтому сколько нужно для создания этой технологии, условно говоря, 30, 50, 300 или 500 лет при устойчивом развитии человечества? Я вам не скажу. Никто не скажет. Другое дело, что момент возникновения первого искусственного сознания или момент возникновения первого скопированного сознания у большинства футуристов, научных фантастов ассоциируется с точкой технологической сингулярности. Когда это произойдет, мир необратимо изменится. Но мы пока не знаем, как и не знаем, когда. То есть это все равно, что на базе шестеренок, дерева и умелого плотника, который построил машину Бэбиджа, мы могли бы сказать, а можем ли мы построить достаточно большую машину Бэбиджа, чтобы скопировать сознание? Нет. И на электронных лампах тоже не могли, и на полупроводниках тоже не могли, и на микротранзисторной технике тоже не можем. Может быть, сможем на квантовой, но пока этого никто не знает. Очень вряд ли. Пока нет. То есть, по сути, мы в плане копирования сознания человека не сильно отошли от технологий... Сейчас вообще пока не сильно. ...из палок и огня, камней. Должен быть... Понимаете, наши текущие смартфоны, суперкомпьютеры от машины Бэбиджа отличаются только... Нет, понятно, что это только бесконечно большая величина производительностью. Но она должна иметь принципиально другую структуру, принципиально другой метод существования. То есть, условно говоря, мы должны сделать так, чтобы те программы на тех новых видов компьютеров, которые создаются, работали бы так, чтобы мы не понимали, почему они так работают. То есть, когда мы подойдем к созданию таких программ на такой компьютерной технике, в которой мы не понимаем, почему они так работают, вот только тогда мы пройдем первый шаг либо к созданию искусственного интеллекта, либо к копированию существующего. Потому что хаотическая система — это система, поведение которой непредсказуемо. Если это компьютерная программа, то это компьютерная программа, результат которой неизвестен. Смотрели сериал «Мир Дикого Запада» в последний сезон? Чушь или как? Я смотрел сериал «Мир Дикого Запада». Сериал «Мир Дикого Запада» — великолепное кинотворение. Но как, к сожалению, во многом великолепные кинотворения, они обладают достаточно достоверностью и определенными находками только в своем начале существования. Я не считаю, что то, что изображено в последнем сезоне «Мир Дикого Запада», тем более, что изображено в предпоследнем, хоть чем-то, претендующим хоть на какую-то историческую, техническую достоверность, вообще хоть на какой-то здравый смысл, это выглядит как абсолютно безумная мешанина из рассказов Шекли, повести Филиппа Дика «Почему андроиды мечтают об электроовцах», фильмах «Разрушитель, бегущий человек», и сюда нужно еще примешать Гибсона с его нейромантом. Причем все это намешано абсолютно, что называется, без понимания во многом тематики происходящего, сделано просто для того, чтобы получить эффектный видеоряд и интересные сюжетные твисты. Но никакой достоверности это не обладает. А вот первый сезон, да, первый сезон был прекрасен. Он был прекрасен, великолепен, и с точки зрения моделирования достоверного андроидного сообщества, наверное, только одно сейчас произведение подошло ближе к моделированию того, как это могло бы выглядеть. Это, ну, собственно говоря, вы, наверное, ее даже имели в виду, когда говорили, да, это игра Detroit Become Human. Там поведение андроидов, в том числе действительно, которые являются сожидителями человека, показано еще чуть более достоверно, чем в «Мир Дикого Запада» первый сезон. Именно поэтому и «Мир Дикого Запада» первый сезон, и «Detroit Become Human» являются, считаются большинством критиков произведениями искусства. А вот следующее — это что-то другое. Знаете, но в этом следующем был один элемент, который мне тоже интересен, я хочу вам задать этот вопрос. Там было показано общество, ранжированное искусственным интеллектом, то есть по тем людям, которые сразу отбрасываются, как люди, которые уже никогда не достигнут чего-то, и, соответственно, их удел — это точать стульчики, грязная работа, солдаты, в общем, и те люди, которые по каким-то признакам машина определила, и считается, что они будут более обеспеченные, элита, клубы. Такая сегрегация машинным интеллектом может возникнуть в будущем, в ближайшем будущем? Во-первых, цифровые технологии. Конечно, да. Она обязательно возникнет в ряде стран. Почему переходим к новому обществу цифровому? Что такое новое цифровое общество вообще? Что такое новое общество? В истории человечества неоднократно менялись государственные строи. Причем эти государственные строи меняются практически везде одномоментно, ну, условно говоря, потому что государственный строй нового типа, он является более эффективным, чем предыдущий. А, условно говоря, изначально во всех племенах было вождество. Потом оно так или иначе перешло в деспотизм. В деспотизм, в деспотию. А вот после этого уже началось то, что мы наблюдаем на текущий день. То есть вот есть 3-4 вида каждого поколения общественного строя. Например, античная республика, тот же самый развитой деспотизм, теология. Новый виток средневековья. Средневековая республика, монархия, просвещенная теократия. Следующий виток. Новейшее время. Нацизм и националистические государства. То есть нацизм, коммунизм, конституционная монархия. То есть тоталитарные государства. Да. Конституционная монархия, республика. Сейчас развитой капитализм, демократия. Вот во всех этих поколениях общественных строев часто забывают один, о котором вы сейчас упомянули. Кастовая система. Кастовая система на текущий момент, на протяжении всего времени своего существования, за исключением того, что только 20 века, и только то, только благодаря вмешательству в Англии в большей степени, успешно показал себя в такой огромной, могучей, невероятной стране, как Индия. Но там эта кастовая система процветала, процветает, будет процветать. А то, что вы назвали сейчас, это цифровая кастовая система. Это кастовая система с облегченным социальным лифтом. С облегченным, замечу, неусложненным. То есть там, где люди с недостаточным количеством способностей, которые оценены объективными тестами, спускаются на низ социальной пирамиды, люди с достаточными способностями, не вынуждены ходить, как у Маносов, через всю Россию-матушку, а могут подняться на ее вверх. Кто сказал, что это плохо? Миндократия систем. Это нормально. Это в некоторой степени даже цифровую кастовую систему, если ее подходить не с того, что кто-то там будет точать стульчики, ой, как плохо, там у нас будут кто-то обслуживающий персонал, может, потом сейчас не обслуживающий персонал, все эти огромные массы менеджеров среднего звена или еще какие-то распространители. На самом деле цифровую кастовую систему, новое цифровое кастовое общество, ее можно сравнить с эгалитаризмом. То есть это властью индивидуумов, потому что именно в цифровой кастовой системе наверх социальной лестницы, благодаря объективной оценке его знаний, способностей машины, может войти любой. Никто не сказал, что это плохо. И многие это понимают, именно поэтому, наверное, впервые в истории человеческой цивилизации цифровая именно кастовая система может быть внедрена в нескольких странах мира. А в других по-прежнему будет цифровой капитализм, новый цифровой капитализм, новая цифровая демократия, новый цифровой талитаризм. Но у нас сейчас явно добавляется, что популярность в мире действительно получает цифровая кастовая система. Но это неплохо. Человечество снижило все время, и очень может быть, это даже будет хорошо. Китай с его элементами социального капитала, когда человеку присваивается определенный цифровой номер, и, соответственно, баллы накапливаются, и в связи с наличием этих баллов он может или не может путешествовать, получать какие-то кредитные льготы. Это же тоже относится к подобным вещам. Государство должно работать на благо человека, а человек должен работать на благо государства. Если такая система ведет к процветанию государства и общему повышению уровня жизни и качества жизни, никто не может сказать, что сейчас Китай как-то низко находится на уровне качества жизни. Я хочу напомнить, насколько быстро он победил эту пандемию. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Мне интересно, это тот самый пример, когда эголитарная система, кастовая, которая... У них больше цифровой тоталитаризм, не кастовая система. А для России что бы подошло, на ваш взгляд? Вот вы знаете, до того, как я увидел выпуск передачи «Бесогон», последний, с Михалковым, по чипизации, на самом деле Михалков говорил там входными путями именно о том, что в России собираются внедрить цифровую кастовую систему. Если вы будете читать между строк, что называется, перефразируя с Плина, как они там пели, любой имеющий дом ружье считается Куртом Кобейном, любой имеющий читать между строк, обречен иметь дом ружье. Вот он говорил именно о том, что в России готовится внедрение кастовой системы. А Михалков убежденный монархист. Он за цифровой тоталитаризм. Но он настолько красиво в своей передаче расписал прелести, на самом деле прелести, потому что любой факт можно повернуть по-разному. Цифровой кастовой системы. Я тоже был убежден монархистом. То есть я за, что называется, крепкую руку, потому что власть народа ни к чему хорошему никогда не приводила в истории вообще... Ну, может быть, вы США назовете сейчас демократической республикой? Нет. Ну, о чем мы тогда говорим? Я не считаю, что власть народа вообще когда-то существовала. Для России? Другое, потому что это будет долгий разговор, но я просто кратко скажу. Элитные группы, когда они апеллируют к народу, иногда в некоторых случаях, но при этом элитные группы с народом не смешиваются, это другая каста. Но эта апелляция к народу заставляет их, скажем так, быть в тонусе, не расслаблять булки, не офигевать от наглости, жадности, безнаказанности. Вот в чем заключается современная демократия, в том числе американская. Когда идет элита та же самая, но их группировки меняются, они же, когда сменившись, их же не уничтожают просто... А вот представьте, это цифровая кастовая система, да? В этом сила как раз Америки, мне кажется. Возможно, но сейчас у нее тоже цифровой строй переменится. То есть в чем сила цифровой кастовой системы? Вот если сама система оценки поставлена не ущербно, но если она поставлена не ущербно, государство существует в любом случае не сможет. Если ущербна система оценки, то не смогут устойчиво быть сформированы социальные страты. Вот если сформирована корректная система оценки, в любом случае наверх будут выбираться лучшие. То есть произойдет естественный отбор. Социальный драмедизм в новом цифровом плане, но при этом без тех издержек, которые были раньше. Да, я считаю, что для России вполне себе подходит цифровая кастовая система. Потому что именно цифровой монархизм, как мы видим, для многих стран сейчас не очень сильно подходит. Централизованное принятие решения без вовлечения в процесс принятия решения наиболее квалифицированных слоев населения, он часто приводит к неэффективным результатам. Накопление ошибок и в итоге обрушение системы. Но есть условно говоря, многие входящие действительно... То есть сейчас на самом деле у нас же процесс перехода к цифровой кастовой системе, к поиску лучших, он ведь начался достаточно давно, с формированием президентского резерва, с тем, что у нас стало обновление как раз людей на руководящих постах. Там сейчас много людей до 40 лет. То есть к этому невозможно плохо относиться. То есть это однозначно хорошая инициатива. Просто мы сейчас находимся в той ситуации, в которой, опять же, апеллируя к 75-летнему годовщине Великой Отечественной войны, в которой находится Советский Союз перед нападением 22 июня. Мы чуть-чуть не успели. Это наша традиционная позиция. Надо смотреть, всю нашу историческую цепочку брать. Мы всегда чуть-чуть не успели к пороховой революции. Мы всегда чуть-чуть не успели... Потому что мы все время откладываем все на потом. На последний момент. На последний день пытаемся все успеть в самом конце. Да. Есть такое дело. Согласен полностью. Именно поэтому мы опять чуть-чуть не успели. Но, скорее всего, опять в этом случае, так же, как и традиционно, при помощи огромных моральных, материальных, издержек, мы в любом случае выкарабкаемся. Но это все произошло из-за того, что мы были чуть-чуть готовы. Но мы не были совсем не готовы. То есть мы как раз были готовы к такому развитию событий, но просто чуть-чуть не успели. Как, на ваш взгляд, будет выглядеть модель этого цифрового кастового системы в России? Сбербанк? У вас уже все сделал? У вас уже в вашей биометрии есть в Сбербанке? Достижения ваших детей есть в электронном дневнике? Результаты? Ваши показатели эффективности есть в электронной системе университета? То есть Сбербанк, который сохраняет все сведения о вас как о физическом лице и все остальные электронные системы, которые угрожают, уже полностью имеет все сведения, необходимые для построения цифровой кастовой системы. Она может быть введена практически одномоментно, если это будет целесообразно. Для этого уже все есть, это уже сделано даже все. То есть разделить на негров и белых можно? Да, вот раз и все. Вот просто вообще в лед. Ничего не мешает, все уже для этого есть, все сделано уже. Другой вопрос, будет ли это сделаться или нет, это уже другой вопрос. Делаться это будет, это уже делается. Вопрос в том, насколько быстро, насколько медленно. Но я вас уверяю, это не самый плохой процесс, который может быть. Потому что, знаете, когда вот... Ну, я опять же проведу пример Советского Союза. Вот знаете, в Советском Союзе... Вот почему, вот мне тоже объясните, да. Почему для того, чтобы жить достойно, я 75% времени должен заниматься бизнесом? От лица университета, но тем не менее бизнесом. Я ученый, исследователь, я инженер. Я на это трачу 25% своего времени. Но в Советском Союзе Королев бизнесом заниматься не должен был. Он занимался управлением. Но не бизнесом, не искал эти заказы. Он занимался своим делом. У нас есть такой чувак, как Ковальчук, который занимается ядерной физикой. Является братом другого не менее известного олигарха, который тоже открывает дверь ногами. Как Королев в свое время в политбюро. Я думаю, что у него тоже проблем с самореализацией нет. Ну, а в случае с цифровой кастовой системой, если будет отдельная, например, каста ученых. Вот, знаете, профессора не будут думать, о какого черта они получают меньше, чем продавец бытовой техники в магазине NVIDIA. И не будут задавать себе вопросы через день, вообще зачем я этим занимаюсь. Это же классически. То есть, ну, да, это будет хорошо, если это будет отдельная каста ученых, каста инженеров, каста техников, каста продавцов. Люди, вот понимаете, вот цеховая солидарность, разделение на гильдии, это всегда для человека было хорошо. Оно всегда приводило к его развитию, к устойчивости системы. Система, которая состояла из гильдий, сумела пережить даже вспышки чумы. Там смертность была не доли процента, или 2%, или 4%, или 10%, или сколько, мы там никто не знают, да? Там ведь смертность была 80%. Но именно потому, что система была цеховая, из-за того, что люди занимались своим делом, из-за того, что они занимались своим делом, человечество вообще выжило. У меня есть пример, скажем так, который, возможно, поколеблит вашу уверенность. Это пример Японии времен Сигуната, когда Япония была очень четко разделена на касты. Япония, то есть ты рыбак, твой сын будет рыбак, твой внук будет рыбак, ты уборщик улицы, твой сын дальше и дальше. Это была очень стабильная, пережившая века система, технологически абсолютно не развивавшаяся, и которая в какой-то момент столкнулась с такими же системами в прошлом, цеховыми, средневековыми, но которые перешли этот этап, через новое время получили технологический прорыв, получили... прошли техническую революцию научно-техническую, первые там, железный парк, корабли, пушки, все, и они были вынуждены, на самом деле им очень повезло за счет того, что они были вынуждены очень быстро перестроиться и стали там хищниками. Но когда они столкнулись со своей очень стабильной, очень понятной системой социальной, экономической, с другими хищниками тогдашнего мира, которые от этой системы отказались, там был социал-дарвинизм в жесточайшей форме, который выковал там железных людей. Не получится ли так, что новый цифровой феодализм, по сути, мы говорим о феодализме... Не-не-не, феодализм и кастовая система – разные вещи. Хорошо. Но разделение гильдии и цеха – это все-таки признак феодализма. Гильдии и цеха – это кастовая система, где есть четкие уровни иерархии внутри каждой из кастов. Но это не феодализм. То есть не может ли случиться, что мы станем не идеальным обществом, а той Японии, которая в какой-то момент просто застрянет... Вот я сказал одну очень важную вещь. Кроме цифровой кастовой системы, я сказал еще одно дополнение два раза. С развитым механизмом социального лифта. Вот без механизма социального лифта кастовая система не имеет права на наживание. А вот с механизмом социального лифта она является одним из вообще вполне себе успешных, на мой взгляд, моделей существования общества. Как в системе Сбербанка выстроен социальный лифт? Нет, система Сбербанка нужна для того, они зафиксировали у нас полностью всю нашу биометрию. Они теперь знают, как если человек увидит камера, услышит его голос, увидит его зрачок, кто этот человек на самом деле. Я просто сказал, что это была самая сложная из всех задач, которые нужно было реализовать для этого, но она уже реализована. Все остальное, там всякие электронные наши университеты, цифровые медицинские карточки, это все наносно, это дополнительная система. Но самое сложное было собрать биометрию всего населения, чтобы каждый человек можно было однозначно идентифицировать по ряду его биологических показателей. Они это сделали. Хорошо это или плохо, это, наверное, за гранью морали. Но они это сделали. Я понимаю, да, это за гранью морали. А социальный лифт как должен устроен быть? Нет, ну в смысле, проходят тесты, ну вот вы представляете, да? То есть ЕГЭ, по сути, такое цифровое. Ну да, ну каждый год ребенку сдаются тесты, причем это же важно. Тесты не детерминированы, как сейчас, то есть не фиксированы вопросы, да? А то есть вопросы должны строиться, исходя из того, как ребенок, это именно в детском возрасте должно происходить, отвечал на вопросы предыдущие. Вот во время обучения это должно быть в виде тестов. После обучения, когда человек уже работает, это должно быть в виде автоматизированной оценки KPI. Мы все очень не любим, когда наши оценивают KPI, но без KPI русский человек в нашей реальности вообще бы ничего не делал, правда? То есть вот если бы сказали менеджеру, знаешь, вот, а то мы будем платить по продажам, большой оклад. Ну ты ничего не продавай, не надо. Продашь хорошо, не продашь, все равно заплатим. Ну так же не бывает. Вот, то есть оценивать нас будут в детстве, ну условно говоря, там до 15 лет, по тому, как мы отвечаем на вопросы, но каждый следующий вопрос будет сформирован из того, как мы ответили на предыдущий. То есть это не просто выброс варианта теста, выброс, а именно ответ в нормальной, текстовой или голосовой форме. Вам задают вопрос, как вы мне сейчас задаете вопрос, я вам на него отвечаю. А вот потом уже, как вы выполняете показатели эффективности по своей работе? Ну условно говоря, как вы продвигаетесь по вот этой вот линейке внутри вот вашей цеха гильдии Ребесла? Ну что ж, мир, который вы описали, в том числе мир России и будущего, интересный мир. Возможно, будет масса людей, которые с вами поспорят. Я не сомневаюсь, это нормально. И разговор был предельно интересен. Спасибо. Я надеюсь, что мы сейчас встретимся в этой студии. А сейчас время нашей программы подходит к концу. И я хочу повторить. Сегодняшний наш гость – это заведующий кафедрой киберфизических технологий Высшей школы киберфизических систем и прикладной электроники Института физики Казанского федерального университета, директор Центра цифровой трансформации Казанского университета Чикрин Дмитрий Евгеньевич. До свидания. До новых встреч. Спасибо.